Добрый день, Владимир Владимирович. Я Викрам Пуни, основатель компании PharmaSynthes. Это фармацевтическая компания. Мы занимаемся производством социально значимых лекарственных препаратов, которые идут для лечения социально значимых заболеваний, таких как, например, туберкулез, ВИЧ, гепатит и так далее. У нас три завода, все они находятся в Сибири и Дальнем Востоке. Что касается туберкулеза, то мы достигли определенных результатов за последние 10 лет. То есть, если в 2000 году в России производили всего 10% противотуберкулезных препаратов, то в 2010 году мы довели этот уровень уже более чем 90%. Кроме того, мы впервые в мире сделали инновационный лекарственный препарат вместе с Иркутским институтом органических химий для лечения устойчивого туберкулеза за последние 40 лет. И, в конце концов, страна стала нашей страной-экспортером противотуберкулезных препаратов. И поэтому считаю, что, что касается противотуберкулезных препаратов, страна как бы самодостаточная и является экспортером. Что касается препаратов антиретровирусных для лечения ВИЧ-инфекции, то тут, конечно, мы начали заниматься этой темой в 2010 году. И в 2015 году мы подняли уровень локального производства с 3% до сегодня более чем 30%. Ну и дальше работаем в этом направлении. Но проблема, где, на мой взгляд, большая проблема – это гепатит. Современная терапия для того, чтобы лечить одного пациента, во-первых, больше 2 миллионов нуждающихся в немедленном лечении. И терапия стоит примерно от 3 миллионов рублей на одного пациента. Представьте себе цифры, значит, в общем, да, если одновременно всех пытаться вылечить, это триллионы рублей. Понятно, что ни в бюджете, ни в одном государстве нет таких денег для лечения вот этого заболевания. Какой может быть выход с этой ситуации, значит, в общем, да, я от себя, от своей компании и вот клуба лидеров, значит, в общем, как бы хочу выходить из инициативы к вам, чтобы мы применили механизм принудительного лицензирования. Что это даст? Значит, это даст снижение стоимости, как бы, этих препаратов в десятки раз. А этот механизм работает уже в странах-партнерах БРИКС. То есть… Лицензировать кого? Смотрите, есть препараты, которые запатентованы, которых мы можем производить. У нас есть технологии, у нас есть, как бы, наработки все, значит, да, но эти препараты, значит, находятся под патентной защитой. Да, но есть еще и дженерики, которые уже не находятся. Да, дженериков мы уже сделали, Владимир Владимирович. Вообще абсолютно всех дженериков мы сделали, значит, да, то есть, как бы, сейчас именно по гепатиту проблема в том, что если мы применяем старую терапию, интерфероновую терапию, значит, да, то она неэффективная, небезопасная, как бы, да, вылечивается только до 30-35% пациентов. А в современной терапии, значит, это число достигает до 95%. Вот. И курс лечения сокращается с 19 месяцев, да, до 3 месяцев всего, и, ну, 95% результатов. Поэтому, вот как и по модели, значит, других партнеров по БРИКСу, значит, да, я предлагаю внедрить схему принудительного лицензирования. Что это такое? Поясните, пожалуйста. Это, значит, когда препараты запатентованы, значит, да, как бы иностранным государством или, как бы, компанией-оригинатором, то есть, разработчикам, да, они имеют право, значит, продавать эксклюзивно, монополно, значит, да, в течение 20 лет. Но некоторые государства, если возникают такие проблемы, реально, значит, в общем, критичные, значит, в общем, да, то принимают схему принудительного лицензирования. Что это значит? Это значит, что выдается лицензия правительством страны определенному местному отечественному производителю. Соответственно, этот производитель на основании вот этой лицензии может производить препараты, даже если они находятся под патентной защитой. Ну, а те субъекты бизнеса, интересы и права которых, как они будут считать, нарушены, они что будут делать? Это четко прописано, Владимир Владимирович, в законодательстве, да, если применяются эти схемы только если возникает критическая ситуация. Эпидемия, да. Эпидемия, да. Ну, представьте себе, значит, в общем, да, 2 миллиона человек, десятки тысяч людей, значит, в общем, да, умирает ежегодно, значит, в общем, да. Такая практика существует в мире, да? Да, конечно, в бриксовских странах, Индия, например, Бразилия, это применяют уже давно, и более того, понимаете, те люди, которые хотят лечиться, да, вот, ну, у большинства нет сегодня доступа к лечению, а те, которые хотят лечиться, значит, каким-то образом даже пытаются доставать эти препараты в Бразилии, в Индии, значит, в других странах. И я считаю, что это неправильно, и, как бы, надо заняться вот этой темой. Давайте, 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 через кого можно передать это предложение? Мы проанализируем юридическую сторону этого дела, и если такая практика существует, если в других странах это применяется, ну, можно подумать, так, нужно внимательно изучить, чтобы нам нигде не подставиться, конечно, под какие-то проблемы дополнительные, Но, ну, это, конечно, путь, возможный путь решения проблем. Владимир Владимирович, ну, например, для примера, можно это делать при Минпромторге в рамках Фарма-2020, создать комиссию, значит, в общем, да, и они выработают... Это, что называется, техника, это мы, думаю, что решим вопрос принципиально, как разобраться с правами тех, кто имеет патент. Ну, если такая практика в мире существует, мне кажется, даже ВОЗ об этом говорит, и ВОЗ иногда, ну, и не иногда, а вот такую схему поддерживает. Надо это проработать, и если в других странах применяется, почему у нас нельзя применять. Давайте, ладно, предложение. Спасибо вам.